и снова здравствуйте друзья с вами снова валерий снова об альтернативе данном случае на столе у меня четыре посылки одну из них я уже не удержался все таки открыл посмотрел это подарок до дня рождения от моего подписчика в общем суть такая не знаю когда точно это видео появится на моем канале в ю тубе но хочу сказать огромное спасибо всем кто позвонил поздравил приезжал в общем друзья всем спасибо огромное спасибо до была круглая дата 55 лет это как бы дата которая бывает у многих но не у всех она видимо бывает 5 числа честно говоря я сколько поздравлений наверное за всю жизнь получал в общем еще раз огромное спасибо ну а теперь об альтернативе вам наверняка будет интересно что мне подарил мой подписчик а подарил вот такую вот коробочку говорит валерий у тебя там сколько всего электроники но от молнии она наверняка не защищена но у меня стоит там китайские мариста даже не помню как они называются но они очень высоковольтные это и он мне подарил вот такую вот профессиональную защиту вот чем его можно подключить к трем фазам трем фазам ветряка к одной фазе дома то есть возможностей подключения ее много и она реально работает то есть она спасает электронику от молнии огромное спасибо сергею и мы воспользуемся этим подарком значит здесь какой-то необычный двигатель постоянного тока человек прислал этот двигатель для тестов видео поэтому изначально я вам просто покажу значит друзья в ближайшее время нас ожидает тесты вот этого двигателя постоянного тока в общем не знаю на магнитах он или и на него нужно будет подавать возбуждение мы с этим разберемся так далее есть вот такая коробочка здесь двигатель от владимира и владимир прислал это двигатель на переделку под генератор такой вот какой-то старенький двигатель шейдик затертый в общем нужно будет проверить насколько он оборотов и потом будем принимать решение что и как переделывать но это будет также еще одно видео позже а вот это вот друзья в общем то вот эта посылка и собственно я эту посылку ожидал здесь должен быть ротер от двигателя который лежит у меня вот там на столе вот такой вот ротер наклеен магнитами все залито пролито вот так вот и собственно в данном случае это видео именно об этом генераторе ну с которого я держу ротор в руках я надеюсь это видео для вас будет очень интересным поэтому собираем этот генератор и тестируем погнали в данном случае на столе у меня на этот раз два ящика мы не будем угадывать что где лежит мы и вскроем я вам все покажу значит в этом ящике лежит генератор от моего подписчика это генератор который человек сам лично намотал и до этого он не делал никаких генераторов просто горит зашел на твой сайт посмотрел захотел и сделал и человек попросил чтобы я протестировал этот генератор у себя на стенде ну как бы дал свой вердикт насколько он работоспособный сможет ли он работать на ветру и что с него можно получить значит здесь магниты под наклейку вот этого ротора и и это здесь не просто магниты значит здесь помимо основных магнитов есть еще магниты которые ярослав прислал на пробу то есть впоследствии но это не так быстро будут будет сделан генератор так но вот это скорее всего магниты которые под вот этот ротор я чуть позже их вскрою две коробки магнитов которые я никогда не использовал потому что они очень таки дорогие но скорее всего мы эти магниты все же используем здесь две коробки таких магнитов значит как говорит ярослав это остатки магнитов ну вот какого-то заводского производства больших генераторов остатки магнитов есть на сайте интернет-магазина магнитон и довольно по нормальной цене для таких магнитов ладно это покуда что откладываем сейчас посмотрим что здесь за генератор так ну что скрываем что здесь посылка пришла от Сергея с Киева в нашем минимальном корпусе залипания не слышно что попробуем замкнуть что-то как-то не так что-то здесь либо магниты слабые либо что-то совсем плохо все в общем мы его посмотрим протестируем но что-то здесь не очень достойно как бы для такого двигателя должно быть все намного бы получше как-то совсем слабо ну ладно посмотрим так друзья не удержался долез снова до магнитов значит эти магниты они не белые это они еще в бумаге то есть вот смотрите какие здесь магниты здесь качество офигенное видите здесь магнит покрыт каким-то композитом но намагниченность в общем что я вам скажу я их не смог отсюда даже в общем капец даже на бок содрать я покуда что я не знаю как их как их клеить в общем ух ядрен батон вот это магнит ребята я уже таких магнитов забыл когда видят вот смотрим какой здесь магнит блин это это просто это бомба а не магнит ребята это не ферритовый магнит это у него покрытие такое вот это магнит вот это магнит я не знаю как вам тогда к чему его при магните так чтобы потом отодрать да так что-то у меня страшно встает сейчас мы попробуем его все же замотать в бумагу чтобы лишний раз его не царапать вот это магниты мало того что здесь вот прослойки вот такие они еще каждые в бумаге так ребята это это конечно бомба это магнит опа а я без прослойки поставил так вот это уже будет проблема его отсюда так так ну я его вытащил капец так видите даже прослойки полукруглые то есть здесь необычный магнит так ну теперь главное пальцы не отбить так залази прослойка залази вот это сила это сила вот вот я его туда я их поместил туда так а ну здесь северные и южные полюса посмотрим вот здесь вот то есть одного магнита должен прилипать к другому да все правильно южный север все правильно вот 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 магниты ну а уж так что кому нужны такие магниты обращайтесь на магнитон звоните можно говорить что видели валерия валки на канале и я думаю я уверен что ярослав поймет о каких магнитах разговор ну магнит бомбезные намагниченность это ужас здесь 52 намагниченность и повышенный температурный режим итак друзья генераторы подписчиков патроне токарного станка для тестов ну и собственно самый первый прокрут и подтвердил мою мысль в общем то о чем я подумал только вытащил этот генератор с упаковки и когда я замкнул выводы и начал крутить и просто ноль у меня проскочила мысль ну такое впечатление будто здесь магнитов нет то есть я не знаю каких размеров здесь магниты но так не должно быть в данный момент сейчас покажу ну там выставим например 300 оборотов и покажу что он выдает то есть он ну ничего он не выдает то есть в таком состоянии как он есть на ветрогенераторе с него пользы никакой не будет на патроне такадного станка 300 оборотов общее потребление станка 1200 ватт и смотрим что выдает этот генератор вот видим вот видим 5,8 вольта то есть даже 6 вольт нет включаем нагрузку вот видим 1 ватт то есть это ни о чем во первых просадка бешеная так так друзья ну в общем так дело не пойдет польза от этого генератора как он есть в этом состоянии это ну явно никакой ну что друзья в любом случае вскрываем генератор и смотрим где хозяин этого генератора накосячил прежде всего проверяем полярность на роторе я подозреваю что именно на роторе и вся проблема то есть скорее всего неправильно наклеены магниты в общем сначала проверяем ротор если там все в порядке значит тогда проверяем обмотки ну погнали раздеребанил я этот генератор ну что можно сказать значит намотка с первого в четвертый и если учитывать то что человек это его первая намотка это первый его генератор то намотал очень даже достойно все уместил все нормально изоляции достаточно ну по поводу соединений будем надеяться что здесь он все соединил правильно потому что чтобы это все проверить это все нужно полностью раздеребанить в общем будем надеяться что обмотки здесь соединены правильно значит в данном случае смотрим я уже посчитал здесь двадцать четыре зубца ну либо пазов неважно что мы считаем то есть я уже их пересчитал вот один два три четыре в общем по кругу двадцать четыре намотка с первого в четвертый значит вот здесь у нас должно быть восемь полюсов и то что я подозревал то что я и сказал так оно и есть вот я уже посмотрел на этот ротор значит смотрим здесь идет наборка то есть полюс в данном случае должен состоять с четырех магнитов то есть вот такой широкий здесь полюс но что-то мне подсказывает я как-то посчитал магниты здесь какая-то лебеда во-первых полюс состоит не с четырех магнитов а магниты здесь чередуются ну то есть человек наклеил как легче клеится на самом деле так ну вот где-то вот здесь контрольный магнитик был так ну вот смотрим контрольный магнитик вот он должен если здесь четыре магнита то от всех четырех например либо отталкиваться либо притягивается здесь получается к этим двум он притягивается следующим двум отталкивается и снова притягивается то есть поочередность здесь такая как если бы намотка была на каждый зуб по классике тогда вот это прокатило но мало того здесь семь с половиной полюсов то есть получается два рядом каких-то там полюса стоит ну вот здесь вот какая-то где-то лебеда какая-то стоит в общем в итоге вот эти магниты отсюда придется полностью все убрать и полностью переклеить но эти магниты не подходят под размер то есть неправильно был просчет магнитов и магниты заказанные больше размера ширины полюса значит не знаю буду связываться с хозяином этого генератора либо же клеить цельный магнит а следующий ряд ну как-то пилить я не знаю то есть довольно много придется пилить то есть практически пол магнита нужно будет срезать либо да заказывать какие-то более узкие магниты в общем сейчас будем решать итак друзья созвонился я с хозяином этого генератора значит договорились что я отсылаю ему этот ротор ну то есть как сам накосячил сам и пускай исправляет свои ошибки тем более ошибки я указал я рассказал подробно как что сделать и в итоге хозяин этого генератора ну в данном случае ротора который я отошлю переклеит магниты и далее пришлет этот ротор мы соберем этот генератор и его протестируем что же в итоге с этого генератора получилось вот вот все липнет нужно будет проверить насколько он помещается в ветер подровнял ротор в общем все лишнее что выступало срезав надеюсь что этот ротор без проблем зайдет статор а нет тогда будем еще его глубже протачивать пробуем собрать двигатель от подписчика свободно здесь зазор большой момент истины если человек ничего не напутал то оно должно работать так и похоже что работает есть искра идем тестировать проверять его работу сопротивление генератора линейной 3,9 Ом причем я уже проверил все фазы все отлично 3,9 Ом проверил генератор на перекос фаз в общем все отлично напряжение на всех фазах одинаковое сейчас попробую одной рукой показать 33 вольта на второй фазе 33 и на этой просто неудобно переставлять какое же напряжение так ну а теперь уже тесты под нагрузкой все как обычно тестируем на 60-100-200 и далее оборотов нагрузка 9 Ом заполняем табличку и в конце видео смотрим результат на патроне токарного станка 300 оборотов вот видим 300 оборотов напряжение холостого хода 49,9 вольт включаем нагрузку напряжение 33,3 ток 3,5 ампера 116 ватт 116 ватт итак перед нами таблица замеров ну в общем если учитывать то что этот генератор человек впервые в жизни создал причем сам намотал сам наклеил магниты пускай даже первый раз он магниты неправильно наклеил решил что больше полюсов это лучше но зато теперь человек имеет опыт и я вам скажу в наших рядах альтернативщиков наверняка на одного человека добавилось в общем результаты с этого двигателя ну поскольку здесь зазор довольно большой в общем я бы сказал для такого двигателя собственно не такой же плохой результат то есть на 200 оборотах 50 ватт но на 300 оборотах 100 ватт на 400 200 ватт и здесь я пытался его нагрузить до системы 28 вольтовой вот 238 ватт здесь 300 ватт на 500 оборотах ну не так что прям шикарный результат но он есть и поскольку это первый результат в этого человека то я бы сказал для первого раза вполне достойный результат и для тех кто досмотрел это видео до конца наверняка вам будет интересно сколько же тесла попугаев имеет магнит который я показывал в начале видео так сейчас мы возьмем магнитик отсюда как-то его отсюда нужно нужно как-то его отсюда есть чтобы ничего здесь видимо даже уже кусочек отбил от него видим так включаем забиваем на ноль так есть и теперь ставим он зашкаливает даже на 400 все он не хочет даже показывать все вот вам ребята сила магнита это просто невероятная сила да даже я не ожидал сколько здесь тесла попугаев ну похоже очень и очень много да если 400 ампер и он зашкаливает что могу сказать очень много друзья надеюсь это видео для вас было интересным и полезным всем добра и позитива побольше альтернативной энергии и до новых видео всем пока пока пока